Это Саша Павленко. Сегодня у нас нулевой урок, самое базовое понимание того, что нужно для того, чтобы начинать рисовать, будет донесено сегодня. Мы попробуем понять, как правильно рисовать линии, как на это смотреть, для того, чтобы понимать, да, и какие упражнения нужно понять для того, чтобы выработать мышечную память. Привет, ребята! Это Алекс Павленко. Сегодня мы будем начать первую лестницу на мою серию лестницы, о том, как рисовать, скажем, как рисовать. Мы будем начать с самого начала, понимая линии, почему это важно, и понимая линии, которые помогут вам развивать мышечную память, чтобы создать линии. Как мы все знаем, без линии мы не можем рисовать, мы можем рисовать, мы можем делать, мы можем делать ничего, связанное с дизайном, я имею в виду, к концепту арт, и я имею в виду, к рисунку, правильно? Без мышечной памяти и понимания того, как рисовать линии, нам очень сложно говорить о том, что мы можем рисовать, правильно? Это как говорить, что ты классный гонщик, не умею водить. Примерно так же. Прошу прощения, тяжелый день, и горло устало за день. Ладно, немножко водички. Окей, так, а... А... Что такое лестница? Для меня это относится к... Мущественной памяти. Извините за мои... Верные... 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 Да, она срает на Twitch, если там лагает, то потом... Верные... Так... Что мы думаем от nước ты sambal操 objeto от рисунок скорее лагает. Я записываю код, я записываю, не волнуйся Итак, идея здесь, что мы не делаем straight lines, мы делаем straight lines, чтобы создать muscle memory И каждый раз, когда мы нужны straight lines, мы просто получаем это знание от нашего тела и делаем это, правильно? Я прошу прощения, я немного уставший сегодня, но так я обещал, именно сегодня я буду показывать все то, что я показываю Окей, очень важный момент это понимание того, что прямая линия должна идти не просто как прямая линия, а то, что прямая линия должна соединять точки Так как наличие просто линии в пространстве бесполезно Мы же сейчас своем Есть пару моментов, когда нам нужны просто линии в пространстве, когда мы, например, обозначаем перспективу у себя, да? Обычно линии, которые не связаны с точки зрения, они вообще не полезны Так... Для меня, для меня, да? Это потому, что я хочу проверить, что я работаю с тем, что я работаю с тем, что я делаю перспективную линию, как это Правда? 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 Обычно, когда вы делаете линии, вы пытаетесь соединять точки, как это Правда? И здесь, ребята, я не использую нижнюю кнопку или ничего другого Я просто пытаюсь сделать линии Правда? Соединять точки Это важно Линия, соединяющая точки Вот, что для нас важно Поэтому любые упражнения, которые вы будете делать, должны быть сфокусированы на том, что линия должна проходить через точки или точку Мы об этом поговорим чуть позже Так что, НС решила, что вы будете делать, пытаясь развивать свой мозг в память Это должно быть через точку, правильно? Так что, мы должны связать точку с линией И не просто рисовать прямую линию Потому что, для развивания мышечной памяти, Прямая линия, без контактов, не используя точку Для выработки мышечной памяти, рисование просто прямых линий не соединяет точки, в принципе, бесполезно Давайте перейдем к тому, как нужно делать это упражнение И что для этого надо Итак, давайте поговорим о том, что нам нужно практиковать наши линии Итак, первое, мы будем использовать пен 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 Папер 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 Это должно быть. Вы должны иметь табло, очень-очень-очень, очень-очень, очень-очень. Я не знаю, вы можете поставить дверь, поставить дверь здесь, с дверью. На какой-либо... На какой-либо... Лег. Вам нужен просто стол. Возможно, вы просто снимите дверь, например, из вашей комнаты и поставите его на какие-то ножки. Очень важная вещь в столе... То, что вам должно быть комфортно за ним. И... У вас должно быть много места на столе. Свободного места, не занятого ничем. Так что, у вас должно быть много места на вашей комнате. Чтобы продолжать работать с этим. А так же... А так же... Если у вас есть что-то на этой комнате, что у вас болит, что у вас не может быть, то вы будете в состоянии, и ваша мозг и память будет превратилась в ошибку. Очень важный момент понимания того, что если... У вас на столе что-то есть, что мешает вам, отвлекает вас как-то... Как-то влияет на ваше восприятие вообще мира... То... Скорее всего, вы не сможете правильно выработать ту самую мышечную память, о которой мы говорим. Все, что вам нужно на столе, это листы бумаги и ручка. Потому что... Все остальное будет мешать вашей мышечной памяти. Все, что вам нужно на столе, это просто sheets of paper. Может, капа или... Или... Вы должны быть ваше пене. И... 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 Если у вас тут клавиатура, монитор, мышка. Тут какие-то непонятные коробки. Да? Да? Если у вас все это хрень есть на... На столе... То... Это будет... Влиять на то, как ваше тело запоминает движение руки. Что, э... У вас все это хрень есть на... Давайте поговорим о пальцах движения и о том, как вы должны подходить пальцах движения для этого упражнения, чтобы создать линейку. Все, убирай! Так что, не должно быть ничего подобного. Ничего. Все, что вы нужны, это бумага, бумага и так далее. Так что, скажем так... Почему у меня возникают такие... Ребята, это просто. Извините, ребята. Извините, ребята, за звук. Хорошо. Так что... Теперь вы понимаете свою работу. Что надо делать и что надо делать, чтобы правильно практиковать свои мышцы. Опять же, мы не рисуем, не рисуем. Мы строим наши мышцы, которые помогут нам работать в будущем. Правда? Потому что все остальное, что мы поговорим в этой серии, и в трех центрах. Их не полезно, это не полезно, без этой эмоциональной памяти, чтобы создать правильные линейки. Так что, если вы будете спать время, чтобы, например, вы собирать рулеты и создать правильные линейки. Правда? И, конечно же, мы проведем время с рулером, по-моему и другими вещами, чтобы построить наш мозг, но для этого мы просто хотим построить наш мозг, а не мозг. Не нужно понимать что-то суперкрутого, вам не нужно пытаться что-то рисовать, это совершенно тупое упражнение, которое предназначено для выработки правильной мышечной памяти. Если этой памяти не будет, то все остальные упражнения бесполезны, потому что каждый раз, когда вам будет нужно нарисовать прямую линию, вам придется брать линейку, блин, и рисовать по линейке. Что в фотошопе можно делать, но это офигеть как долго. Поэтому отнеситесь к этому упражнению как к тупой заучке, знаете, вот как спортсмены или танцоры, например, делают одно и то же по сто пятьсот раз подряд, или там спортсмены делают один и тот же бросок миллион раз подряд. То же самое и тут, просто прямые линии, и их можно продолжать делать. Итак, теперь давайте перейдем к вашему пальцам. Или как двигать вашу пальцам? Как двигать свою руку для того, чтобы нарисовать прямую линию? И это очень важный вопрос, потому что без понимания этого вы не сможете нарисовать прямую линию. Первая и очень важная вещь. Давайте я схематично нарисую руку. Итак, это моя рука, и в самом деле выглядит так в моей жизни, потому что у меня хорошая рука. Итак, первый и очень важный момент, это то, что ваш локоть должен стоять на столе. Всегда. Ваш локоть всегда на столе, потому что именно он, опираясь на стол, позволит вам нарисовать прямую линию. При всех остальных ситуациях вы не сможете нарисовать прямую линию. Единственное, что вы можете натренироваться рисовать прямую линию прямо в воздухе. На это потребуется просто адовое количество времени, но я знаю людей, которые умеют это делать. Окружности там рисовать из воздуха. Итак, теперь давайте посмотрим, что я смотрю на уровень. Итак, если мы поставим локоть на столе и пытаемся двигаться руку, то это наш основной движение руки. Правильно? Если я кладу локоть на стол и пытаюсь двигать свою руку, не отрывая локтя, мой локоть будет совершать вот такое движение. Моя рука, правильно? Кот Барбос, я ничего не могу с этим поделать, я качков никогда не учил, прости. Я не знаю, как там у вас, но почему я говорю о том, что локоть должен опираться на стол, потому что локоть это кость. У него нет дополнительных движений. Та точка, которая опирается на стол, это кость. Итак, точка, которая опирается на стол, это крючок, правильно? Упс. Крючок. Крючок. Так, она не имеет никакого другого движения, как тела. Так, вы просто положите эту локоть на стол и двигаете свою руку. Правильно? Так. Так. Так, то есть, что, когда используя локоть, единственное, что вы можете сделать, это крючки. Правильно? Я покажу вам, как это будет выглядеть, если я буду рисовать. Блин, я даже не могу так нарисовать. Сейчас. Так. Что случится, если я двигаю свою руку с локоть на стол? Это то, что случилось. Правильно? Видите? Это крючки, которые появляются, потому что мои руки имеют натуральный арк, который идёт с локоть к правой, используя локоть. Как вы видите, получаются дуги. И это дуги, которые получаются из естественного движения, которое производит моя рука, двигаясь при локте стоящем на столе. Я пытался записать видос, как правильно двигать руку, но у меня ничего не получилось, поэтому я вам буду объяснять. Я пытался записать видео, чтобы показать, как моя рука двигается, но ничего не работает. Я просто поставлю так. Помните, это очень важно. Это очень-очень важно. Твоя рука на столе все время. Это очень важный момент. И теперь я пытаюсь показать вам, как менять эти линии в правой линии. Видите? Это был арк, и теперь я могу сделать прямую линию. Итак, что это трик? Трик, это... Я просто сделаю копию, и я покажу вам, что происходит физически. Я просто покажу вам, что происходит физически, когда ты рисуешь... как ты пытаешься нарисовать прямую. и как избавиться от кривизной дуги. Итак, как вы можете видеть, если я связываю точку моего линии, это будет арк, да? Но... мне нужна прямая линия. Вот так. Правда? Итак, чтобы это работать, что я должен сделать? для того, чтобы... для того, чтобы... для того, чтобы... нарисовать... прямую. И вот что я делаю. Смотрите внимательно. Я стараюсь контролировать свое запятенье. Так что... Я стараюсь контролировать свое запятенье. Так что... И я помню, когда я просто начинал рисовать прямые линии, я реально думал о этой теме. в голове. но сейчас... это... 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 просто... я знаю, как это делать, да? Так... Вы видите? и... И... когда я начинал... учиться рисовать прямые линии... я... я... я реально пытался контролировать свое запястье. вот. Движение запястьем происходит очень плавно. вот. для того, чтобы изменить вашу дугу напрямую. So, this movement of your wrist is really soft and subtle, but it will help you to change your arc to a straight line, right? So, now I hope you understand how to use your elbow to do arcs and how to manage it to do straight lines, right? So, try to just, and the movement is like, I'm kind of pushing pen out of me, right? Just going from me, out, like that. So, let's talk about exercises, what we can do to practice it, right? So, first, you remember table, always use this kind of setup, if you're working with pen and paper, always use this kind of setup, because nowadays pen and paper is just a source to build up your muscle memory, mostly, because if you will work as concept artist, mostly you will work in Photoshop, and because it's freaking fast, right? Sorry, it's a small setup of water. And if you're using pen and paper just for fun, for small practice, or to build up your muscle memory, and if you're working with your muscle memory, you just have a free space. So, exercises. Okay, what we will need, we will need A3 paper, or A4, if you don't have, but multiply A2, right? So, until next week you will be able to do 10 pages. I'm pretty sure. I'm pretty sure you will be able to do 10 pages, if you want. Okay, so, next stream we will start with getting to your stuff that you will send to me. We will go through critique session and we will try to find mistakes and how to fix them. I'm sure you will be able to do 10 pages from the next stream. And we will start with the next stream. We will start with the next stream. We will see what you will send to me. We will start with the next stream. 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 First stream. Бросаю руку вниз и рисую эту линию, то есть как бы я провожу линию виртуально, да, несколько раз? Просто в фотошопе это неудобно делать. Вот, в фотошопе я как бы, я просто проведу линию, если не попал, я просто сделаю анду, да? Но вы тренируйтесь на бумаге, потому что нужно... Это нужно тренировать на бумаге. Так что, чтобы помочь, и что я обычно делаю, если у меня два пункта, я просто делаю виртуальную линию, не тренируйся на бумаге, и после этого, когда я увидел, что я могу сделать пункт, я просто делаю пункт и делаю виртуально. Также, виртуально, что важно, не пытайтесь делать их очень быстро, да? Правильно? Я хорошо делаю линию быстро, потому что я не практичуя их, правильно? Я использую их. Но, что вы должны делать... У вас есть два пункта, и вы делаете уверенностью, одну линию. Плотно, но и точно, правильно? Не торопитесь, очень важный момент, не пытайтесь делать быстрые линии, вот как это делаю я сейчас. Потому что мне не надо тренироваться, я уже натренированный, да? Вам нужно, чтобы у вас было две точки, вы поняли, что рука у вас идет правильно, нужно направление, и вы делаете одну линию, которая будет прямая и красивая. Еще две точки, поняли, что линия проходит, и вы делаете одну линию. Не волнуйтесь, что изначально линии могут быть вот такие вот полнистые, у меня они не такие просто, потому что у меня рука уже за счет не устала нахрен. Вам просто нужно понимать, что вы можете рисовать прямую линию уверенно, спокойно, вот, и на всей дистанции контролируя ее. Потому что, когда мы перейдем к кривой, там контроль, который будет нужен, больше, гораздо. Так, это основная линия, который вы можете использовать для практики структуры. Так, делайте 10 пайджетов, просто пытайтесь организовать их, как это, например. Попробуйте, да? Попробуйте, да? Попробуйте, да? Попробуйте, да? This kind of stuff is really boring, but it's learning. Learning is always boring. Привет, Миша! Будет запись обязательно? So, and this is what we're doing like that, right? So this is what you're doing for 5, 10, 20 hours. Just doing straight lines. And I need... I need 10 pages, and they should be clean. Right? They should be really clean and nice. I need 10 pages A3, and they should be clean. I need 10 pages. There should be nothing more than anything. You can add scan or photograph of a page. You should be good and beautiful. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы можете практиковаться сколько угодно, но нужно сделать 10 страниц, которые презентабельны Я потребую 10 презентабельных пляж, да? Продолжение следует... И мы продолжаем так. И если вы хотите критиковать от меня... Если вы хотите критиковать от меня, я предложу вам вырвать все это, для каждого страница. Правильно? Потому что люди, которые критиковать и не вырвать это, что-то такое. И я увидел очевидный ошибок, потому что они не хотят прожить время, делая страницы. Я просто не получу критику. Продолжение следует... С этим стримом, да, например. Ну, когда у вас там есть время на неделе сделать. Потому что, если я знаю, что вы были на стриме, и... мне сделали домашнее задание, то я не буду... этих людей делать... И если я вижу какие-то очевидные ошибки, которые были связаны с тем, что я объяснил на предыдущих стримах, то, опять же, я не буду... о них говорить теперь. Так, и это процесс, в самом деле. Это как вы проведете твои следующие 20 часов, ребята. Вот такой процесс, вы просто сидите и... наслаждаетесь... хорошей музыкой, например. Рисуете прямой линией. И я вас уверяю. Каждый следующий лист будет выглядеть лучше, чем предыдущий. И я хочу вам показать, что... каждый следующий шейт будет выглядеть гораздо лучше, чем предыдущий. Но... у вас есть дисциплина, чтобы это делать? Правда? Не волнуйтесь, если линия скривая, если она попадает точку, то нормально. Не волнуйтесь, если линия кривая, например, в этом моменте. если она попадает в точку, это нормально, это простительно. Вот такая фигня, например, это плохо. Да? Вращайте линию бумаги, как вам удобно. Вращайте линию бумаги, как вам удобно. Вот это плохой момент. Это плохой момент, да? Я не ударил точку с линией. этого ответа. это правильный вопрос, что я получил от понижщиковый парнинг. Диагональные линии нормальны для этого натурального арка, который мы имеем в руке, да? Так, да, и не пытайтесь использовать супер-супер-скетчбук для этого, или что-то. Я расскажу вам, что использовать как папа. Или какие-то старые вещи, которые длинные на одной стороне, и у вас чистая часть. Просто возьмите пакет из-за копии папы, да? И используйте. Вы просто берете черновиков с работы. И все. Ну, давай не будем фотошоп-чек. Секундочку. Это серьезно. Простите, ребята. Что-то мне не сломать. Окей. Так, просто возьмите обычную папу. А3. И используйте комфортную линию для вас. Потому что мы не хотим пытаться ударить кого-то. Мы просто хотим создавать натуральную мышечную память. Правильно? И используйте длину линии, которая для вас комфортна. Потому что мы не хотим что-то напрягать. А мы хотим, чтобы естественная мышечная память вырабатывалась. Правильно? У нас осталось 15 минут примерно до конца всего праздника. Поэтому второе упражнение. Законимать. Работайте. И т.е. Экзерсайзет. И т.е. Экзерсайзет. А3. А4. И т.е. Т.е. И т.е. А3. А3. А4. Я не могу двигаться здесь. Вы можете использовать линейку для того, чтобы нарисовать горизонтальную линию. На этой линии вы отмечаете точку. Вы можете использовать линейку для нарисовать горизонтальную линию. И на этой линии вы отмечаете точку. Мы поговорим о перспективе и других вещах в следующем риме. Но для этого просто возьмите. Мы поговорим о перспективе позже. Сейчас просто примите как должное. Мы рисуем горизонтальную линию. И мы отмечаем точку. Я не знаю правильный термин на русском. Скорее всего это какая-то точка схождения. Но что мы делаем? Все остальное вы рисуете от руки. Вы рисуете параллелепипед. Правильно? Вы рисуете параллелепипед. Вы рисуете параллелепипед. Так, вы рисуете ректангл. Так, вы рисуете параллелепипед. В этом ректангл. Вы пытаетесь сделать форму. Ставьте параллелепипед. Правильно? Вы рисуете дополнительные рёбра. Которые идут к этой нашей точке схождения. Так, вы рисуете параллелепипед. до нашего ванисшем точке вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот и вы делаете еще еще рактор чтобы закончить это oops вот 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 и и 15 их на одной странице и 15 таких штук на одну страницу и это опять же должны быть не ваши первые странички, которые вы нарисуете, а странички, в которых не будет помарок правильно? и все будет красиво так вот, это не должно быть твои первые три страницы это должно быть твои лучшие три страницы в этом в этой странице тем больше времени тем лучше для вас это не это не для для меня, правильно? я не делаю это для себя я уже могу это сделать вы делаете это для себя, ребята тем лучше для вас чем больше времени чем больше бумаги вы изведете на эту хрень тем для вас лучше ну ладно можно будет выкладывать куда угодно дробовичок можешь присылать мне ссылки в комментарии к каналу, например или прям в начале стрима следующего потому что следующий стрим мы начнем с того что я буду проводить critique session я буду проводить я буду проводить твои вещи так что вы сможете отправить мне ссылки прямо на стриме в начале или отправить его на арт-стацион или в любом веб-сайте поставить его и отправить мне ссылки и это все что будет панчи панчи какие захочешь любые просто для того чтобы у тебя еще вырабатывался навык рисования 90 градусного угла любого размера неважно я не знаю я вот по моему показывал я по моему показывал до этого ребятам Да, ребята, это мои страницы прямых линий, да? Как там уроки от никотина. Я буду туда просто... Ты закинешь мне ссылку, я просто буду заходить, смотреть твои работы и давать критику, и мы будем продолжать. So, I hope you guys understand what it should look like. Ой, sorry. This is a page of straight lines, right? Connecting dots. Two dots for each line. So, just have fun! I don't have a page with rectangles, unfortunately. But, maybe next time I'll show you. So, I hope you got it. Let me draw a couple more rectangles for you. And I'll show you a few, a few of them. So, as you remember, everything should be freehand. No pencil, no nothing, just pen. Right? Like we... Как мы помним, да... ... 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 линии вот но просто у меня такое такой хитап на столе планшета что как раз это вот натуральный диагональ который у меня есть в руке она у меня горизонталь сейчас посмотрим мои ручья посмотрим видите косяк возник потому что у меня вот эта линия не попадала на точку точно и вот эта линия не попадает в точку точно поэтому возьми вот это все быть careful for this guy нет 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 дробовичок ты photoshop не трогаешь ты это все делаешь на бумаге на бумаге а let me see guys who look there was a question about this guy they made you though so special i either either i either were asking about my my lines here it doesn't matter actually you can do whatever you want you see like i start with the kind of rectangles after that i did like rectangles with diagonal lines and then like house kind of thing and then i did something like that it doesn't matter just do straight lines how you will do it doesn't matter just keep working undertook так что аиро тут неважно неважно не важно как ты это делаешь просто получит удовольствие слева вверху и внизу да просто просто получаю удовольствие понимаешь мне нужно чтобы ты соединял две точки прямой линии И опять же, нет фотошопа, просто пен и пепель, потому что мы развиваемся муссель-мемори. Усажение в Ваком и фотошопа не позволяет вам развиваться муссель-мемори. Усажение в Ваком и фотошопа не позволяет вам развиваться муссель-мемори, потому что у меня есть муссель-мемориум. Так что у меня нет никакой тенденции в моих мусселях, чтобы работать на Ваком и фотошопа не позволяет вам развиваться муссель-мемориумом, потому что это не натурально для моих мемориум. Но все это не позволяет вам развиваться муссель-мемориумом. Но я не могу видеть этот момент. Да. Продолжение следует... Итак, ребята, у нас осталось буквально две минуты. Я надеюсь, что вы получаете идею. И я надеюсь, что вы получаете ссылки от вас в начале следующей стрима. С вашей командой. Так что мы будем смотреть, мы будем пытаться идти, и мы будем пытаться ответить на ваши вопросы, если у вас есть. Спасибо, что пришли на мою стриму. И я надеюсь, что это было полезно. Ребята, у нас осталось буквально две минуточки. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто пришел. Надеюсь, что это было полезно. Я очень надеюсь в начале следующего стрима получить от вас ссылочки на ваши странички с линиями. Или оставляйте ссылочки в комментариях к стриму. Запись на Твиче будет доступна однозначно. Запись на Ютубе выложится как получится, ребят. Очень сейчас занят. Очень плотный график. Если у вас будут возникать какие-то дополнительные вопросы, вы можете прямо в комментариях к стриму писать. Я буду, например, заходить с утра за чашечкой чая, отвечать, если что-то там возникли. Например, у меня, например, не получаются прямые линии. Что делать? Потому что не получается двигать запястьем правильно. В общем, все эти штуки пишите. Я с удовольствием, с удовольствием на них отвечу. Еще раз, мы делаем это некорысти ради того, чтобы помогать друг другу. Надеюсь, что через год кто-то из вас научится быть концепт-дизайнером. И я буду вас нанимать, чтобы вы делали мою работу, а я буду пить. Ты Килл продавцов. Следующий стрим, ребята. Я вообще планировал стримы по средам. Но сейчас у меня очень плотный график. Давайте, я не буду ничего обещать сейчас. Я могу обещать только одно. На следующей неделе стрим будет. Учебный стрим будет, однозначно. Люди спрашивают, когда будет следующий стрим. Для этого я очень много времени запрещу. Учебный стрим. Таким образом, я не могу сказать, что это будет на сегодняшний день или на сегодняшний день. Я могу сказать, что следующей неделе будет стрим. Совершенно. Но когда это будет, я не уверен. Я не могу сказать точно. Я не могу сказать точно. Точно не в среду. Потому что в среду у меня очень плотный график. Скорее всего, в четверг. В четверг, скорее всего. Да, на выходных я тоже занят. Потому что у меня еще есть та работа, которую мы хотели выполнить для арт-стейшн челленджа. Мне надо ее закончить. Осталось всего четыре выходных. И по вечерам я тоже буду пытаться ее доделывать. Возможно, будут стримы еще с этой работой. Но скорее всего, если и будет, то один последний. Потому что на стримах я очень медленно рисую. А там надо заканчивать по-быстрому. Так что, ребят, я надеюсь, что первое занятие не прошло комом. Я хоть что-то смог донести. К сожалению, Джуз опоздал. Но, Джуз, смотри записи. Всем большое спасибо, что пришли, ребят. 11 часов вечера. Мне пора бежать. Мне пора доделывать свою работу. Отправлять заказчику. Мне пора ужинать. Не знаю, еще много чего делать. Я еще раз всех-всех-всех благодарю за то, что вы пришли. Оставляйте свои комментарии. Лайкайте комментарии. Комментарии внизу. Пока не найти вконтакте, никаких секретов нету, панч. Все на гг. Всем пока, ребят. Хорошего вечера. Пока-пока.